Во Франции после того, как немного стихли разговоры о терактах начала этого года, еще больше обострились социальные проблемы. Мало того, что в стране 140 тысяч бездомных, ряды которых регулярно пополняют и коренные французы, и мигранты, так еще и премьер-министр назвал районы социальным жильем гетто. Политические сторонники правительства заявления пытаются оправдать, а противники лишь подливают масло в огонь. На чьей стороне правда разбиралась Елена Минкевич. Для этих людей спать на улице привычное дело. Картонные коробки, рваные одеяла и как можно больше одежды, лишь бы было теплее. Зима еще не закончилась, а во Франции уже шесть бездомных погибли от холода. Жилье, что свое, что съемное, очень дорогое. Я сам живу в подвале размером в 20 квадратных метров. Нас там 4 человека. Я прошу премьер-министра Мануэля Вальса посмотреть на наших детей, которые живут на улице и которым негде спать. Бесплатного жилья во Франции просто нет. Для аренды нужно иметь на своем счету в три раза больше, чем месячная плата. Цена за любой угол начинается с нескольких сотен евро. Социальные метры от государства стоят дешевле. Но ждать можно пару десятков лет. Во многом потому, что богатые коммуны просто не хотят строить у себя, предпочитая заплатить штраф. Правительство хочет упростить доступ к жилью для наших сограждан. Это правда. Правительство хочет поддержать строительство социального жилья, в котором наша страна остро нуждается. И некоторые коммуны стараются это делать. Но нужно действовать всем вместе. Пока министр отстаивает позицию правительства, глава Кабмина выступает с шокирующим заявлением. Оставленные без внимания пригороды гетто – это территориальный социальный этнический апартеид, который укоренился в нашей стране. И к этому прибавляется ежедневная дискриминация из-за того, что у человека не та фамилия или не тот цвет кожи. Речь о районах с социальными домами. Премьер призывает обратить на происходящее внимание и подчеркивает, что многие проблемы родом оттуда. В том числе и беспорядки десятилетней давности, которые вполне могут повториться. Так сложилось, что в этих районах живут преимущественно мигранты. Точные данные, сколько их во Франции, публиковали в последний раз в 2010 году. Уже тогда каждый 11 из проживающих в стране приехал то ли покорять европейские просторы, то ли что скорее просто выживать. 43% с африканского континента и 19% из развивающихся стран Азии. Настоящие проблемы Франции больше экономические и социальные. У меня ощущение, что политики не знают, о чем говорят. Пусть придут сюда и увидят, что реально происходит, а потом принимают правильные решения. Дети бросают школы все раньше и раньше. Здесь нет работы. Что они должны делать? Ответа на этот вопрос в высоких кабинетах нет. Одни предлагают массово строить дешевое жилье, другие разобраться с безработицей, а третьи – ужесточить миграционную политику. Елена Минкевич, Николя Филиоль, Франция, Париж.